Сегодня я расскажу, как правильно точить карандаш. Это можно сделать двумя способами. Обычной точилкой и резаком. Я предпочитаю второй способ. И сейчас объясню почему. У меня есть точилка с длинным лезвием для длинной заточки карандаша. Но мне не нравится точить точилкой, потому что, если дерево карандаша не очень качественное, то оно будет крошиться, грифель ломаться, и в конечном итоге большую часть карандаша мы просто сточим. Рисовать он не будет. И вдобавок ко всему, после точилки остается очень маленький грифель, который, если интенсивно рисовать, особенно увлекшись процессом, очень быстро стачивается. Приходится точить вновь и вновь. Поэтому покажу сейчас, как правильно пользоваться резаком. Берем карандаш, располагаем его в руке именно так, как показано, и начинаем точить. Аккуратно надо срезать тонкими пластинами, чтобы и ни в коем случае не повредить грифель, чтобы он не был кривым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы уже заточили город, а теперь точим непосредственно сам грифель, чтобы он был прямым. Располагаем так же, как и показано. И чтобы полностью завершить процесс, берем обычный наждак и точим сам грифель, чтобы он был остреньким. Если нужно прорабатывать очень мелкие детали рисунка, можно точить по нескольку раз, а может так. Все, готово. Спасибо за внимание.